Всем привет, с вами Priya. В нашей любимой игре очень много различных предметов. Какие-то добавляются в игру, какие-то уходят из этой игры и уже никогда нельзя их будет добыть. Сегодня мы рассмотрим различные интересные вещицы из Вечного Дворца. Это новый рейд, который будет добавлен в обновлении 8.2, не сразу, конечно же. Также во всех режимах, LFR обычный, героический и эпохальный. Ну а интересными вещами тут будут являться некоторые пушечки или же такие-либо различные тринкеты, которые юзабельны и работают сами по себе. Начнем же. Самый первый предмет, то есть смотрим мы абсолютно по всем спекам, по всем классам, потому что нас интересует абсолютно весь список интересных вещей. Это двуручный посох. Стоит заметить, что он трехстатный, то есть крит, скорость, искусность. Эти заряды будут активироваться при условии, если у нас менее 10% хп или маны, что в принципе весьма интересно для хила, либо для дамагера, у кого мейнстат интеллект. Ну а эти заряды за каждый свой будут разряжаться в радиусе 40 метров и наносить дэмэдж, либо отхил по 2200 за каждый заряд. Очень интересно, с каким количеством, с какой частотой будут копиться эти заряды. Наверное, 6 или 7 в минуту будет весьма неплохо. Такая небольшая ауешка в виде отхила, либо ауешка в виде дамага. Весьма приятно. Хотя там идет и дэмэдж, и отхил. Вот самое главное понять частоту проков. Интересный щиток, подходящий как и для холипалов. Они же могут у нас щиты носить. Шаманы могут щиты носить, но также для танков щиток весьма интересный. Автоматическое поглощение 5% хп для создания щита. И если этот щит сбивается, то автоматически генерируется новый. То есть в теории очень сложно будет оверхильнуть какого-либо вара танка или пала танка, ну или хил себя, если сам будет хилить. То есть как только мы теряем этот щиток, он генерируется по новой. Тем самым вместо 5% хп мы получаем 5% абсорба от своего хп, то есть поглощение. Поглощение всегда лучше, чем отхил. Это факт. И это интересно. Весьма такой механики давненько, по-моему, не было. Или даже вообще не было. Не знаю, скорее всего в катаклизме что-то было такое интересное, похожее. Но просто это уже как-то немножко тяжело вспомнить. Очень много различных вещей есть. Всякие поножи, ступни, перчатки. Но они без эффекта, либо просто-напросто прописаны зеленым качеством, без названия. Ну и эффекта у них никакого нету. Быть может в каком-то следующем билде им что-то припишут. Перейдем к аксессуарам. Там очень много английского текста. Но я постарался более-менее правильно все это дело перевести. И, конечно же, подать вам. Первый тринкет — это эдикт. Ну, книжка, иначе говоря. Ну, скорее правильно помню, эдикт — это книга. Да, думаю, я прав. Иначе быть не может. Этот эдикт мы юзаем до боя. На нас вешается, скорее всего, какой-то баф. Потому что в бою мы использовать просто-напросто не можем. Этот тринкет написано «Can it be used in combat». Мы используем тринкет. И что он нам дает? Он абсорбит наши 20 тысяч дэмэджа. Стакается 10 раз. И каждый заряд дается раз в 16 секунд. Что-то похожее на призму с роскоши, скорее всего. Только как-то посильнее выглядит. Следующий тринкет — это «Чародейное сердце» с критом. Что она нам дает? Она дает нам сильный разгон по ловкости, по скорости, рейтингу скорости. И эти статы распределяются на 30 секунд после использования. Как-то, по-моему, так это идет. Далее фиал, который мы юзаем. У него, кстати, почему-то нет времени восстановления. Скорее всего, его припишут чуточку позже. Что делает этот фиал? Весьма интересный эффект у него. Он делает фрост дэмэдж по всем целям, которые находятся рядом с нами. Ну а если же мы юзаем его в соло таргет, то просто-напросто он бьет чаще. Уничтоженный остаток. Примерно такой, я думаю, будет тринкет иметь перевод. Сохранение 4000 отхила каждые 3 секунды. При движении этот отхил будет распространяться по ближайшим союзникам. Напоминает тринкет «Весы жизни». То, что там отхил накапливался, накапливался. И потом мы его могли юзать. В катаклизме был такой, в огненных просторах дропался. Я помню это. И тут что-то такое же интересное. То есть накопление отхила просто-напросто за счет этой тринкет. То есть тринка сама набирает этот отхил. И потом хил сам решает, что если нужно рейд отхилить, буду двигаться. Не нужно. Ну и еще постою, пускай тринкет еще накопит отхила. Забавно. Яйцо Зотрада. Примерно так название этого тринкета. Сингл-таргет отхил. Самый обычный по соло-таргету. Будет абсорбить цель на определенное количество дэмэджа. Ну а также повышать уровень универсальности. Показатель универсальности на определенное количество. Ну при текущем эквипе 289. Ясное дело, если тринкет меньше этим левелом, то у него цифры меньше. Если больше, то конечно же больше. Также второй эффект есть. Прописанный по процентам маны и количество абсорба. Но как мы видим, он не дописан. Процент не указан, абсорб не указан. Поэтому мы отвлечемся от этого. Могучий наутилус. Тринкет переведен по названию. А вот описания пока что еще нет. Но оно легкое в принципе для понимания. Выпускание волны по таргету. Также возвращение ее обратно в ваше местонахождение. Противники, попавшие в волну, получают фрост дэмэдж. Если было попадание какой-либо цели в волну, то кд сокращается на 30 секунд. Но я не думаю, что кто-то будет выпускать эту волну просто так. И скорее всего, всегда у этой тринкетки будет просто кд-минута. Это ни к чему. Юзать тринкет просто так, либо я что-то не понял при переводе. Приманка для левиафана. Еще один тринкет, который по-русски переведен, а вот описания пока что еще нет. Ваши дамажущие способности имеют маленький шанс присумонить левиафана, носящего 22 тысячи физического дэмэджа. Протекающий чернильный мешочек. Вот это что-то мне немножко Анхоли ДК напомнило. Ну, знаете, механика Анхоли ДК такова то, что ты вешаешь язвы, потом ты эти язвы разряжаешь и наносишь увеличенный дэмэдж. Ну, прорыв язвы, все такое. Так вот, описание тринкета. С ловкостью, кстати, весьма интересный. Ваши дамажущие способности по цели выше 30% хп с высоким шансом вешают дебаф, а именно кондуктив инк. Ну, чернила, в общем. Когда противник имеет хп менее 30%, эти чернила взрываются, нанося 6000 дэмэджа за каждый стак. Так, самое главное, за первые 70% очень много навешать этих чернилок. Ну, а потом уже оставшиеся 30% кайфовать от того, как они взрываются. Это некий экзекут, который работает сам по себе, и тебе, в принципе, ничего не нужно для этого делать. Просто навешай много этих чернила, а потом радуйся им. Вот и все. Разорванная пелена ясного разума. Ваши способности имеют шанс создать какое-то такое облачко, какую-то область определенную. И когда ты стоишь в этой области, в этом портале, получаешь интеллект на 10 секунд. Забавно. Реликвия сотрясающего яда. Фух, можно выдохнуть. Не будет переводов уже. Все. Ну, лично от меня. Тут уже Близзард постарались. Ваши наносящие урон способности могут привлечь к цели яд, наносящие урон сил природы, раз в 20 секунд. Эффект суммируется в 5 раз. Использование. Замораживает яд, нанося находящимся поблизости противникам 6-700 тысяч урона от магии льда. КД 1 минута. То есть мы вешаем-вешаем, оно само по себе еще, когда вешается, дамагает. А когда мы юзаем, оно еще больше дамагнет. При этом в ООЕ формате. Хорошо. Классно. Ну, а завершает всю эту цепочку танковский тринкет «Узы поглощения разума». Он как с ловкостью, так и с силой, само собой. В течение 25 секунд вы разделяете 50% получаемого дэмэджа до 458 тысяч. Ну, тринкет высокого и там левела, поэтому и цифра такая большая. Если глянуть в формате поиска рейда, то, конечно, там, наверное, будет 1300. Ой, вообще мало, 214. С союзником в радиусе 15 метров. Действие эффекта прерывается, если цель выходит из области его действия, или запас здоровья цели опускается ниже 25% хп. Восстановление 2 минуты. Это очень сильный тринкет, бесспорно, с целью того, чтобы выжать от какого-то сильного сингл-каста. Вполне можно этот тринкет даже юзать. Я не особо люблю такие тринкеты, которые там на дележку дэмэджа или на что-то типа такого, но этот тринкет реально силен. И своей механикой он напоминает колечко. Дренорское... Там тоже было разделение дэмэджа конкретно у двух танков. То есть, дренорские кольца, они при юзе срабатывали у всех. Хотя, что я вам про это рассказываю? Прекрасные тринкеты, хороший щиток, хороший посох, предоставленный нам в луте Свечного Дворца. Вот они, собственно, боссы все абсолютно. Ласт это королева Асшара. Не думаю, что это для вас спойлер. Всех вам благ, счастья здоровья. Если где-то мой перевод был не точен, будьте добры, в комментариях отпишите точный и по какому именно предмету это было. Ну, либо просто тайм-код поставьте. Я уж соглашусь с вами, либо мы, может, обсудим даже с вами какую-нибудь интересную вещицу при вашем желании. До скорого. Берегите ноги.